Вот интересные клинические случаи. Обратите, пожалуйста, внимание. Сейчас мы немножко уже к леопласту пододвинемся. Вот такая клиническая картина. Пришел пациент, один зуб сломан, второй на удалении. Ну, в общем, с этого мы и начали. Посмотрите, пожалуйста, сюда внимательно, какой хороший объем мягких тканей есть в своих и как тут не очень хорошо. Ну вот здесь видно уже дефицит прикрепленной десны, а здесь у него все прекрасно. Ну, мы это все удалили. Сохранная лунка полностью. А там ему горнолема была. И ортопед сказал, что уже раз ему один соседний. Нет, там некурабельная история была. Нет, нет, там некурабельная ситуация. Там и кария с корнем под коронкой была. Мы просто ее снимали. Здесь ее... Да, это коронка, это не зуб. Он ходил с ними вот так складками и туда-сюда их одевал полгода. Ну, вы представляете, да, что там вообще было? Нет, там несохранно. Я всегда за зубы, поверьте. Я вообще всегда за максимальное зубосохранение. Обратите внимание, здесь дефект вестибулярный. К артикальной пластинке. Естественно, я не могла это оставить просто так. И одномоментная была имплантация. И здесь меня ничего не смутило. Я вообще даже не озадачилась, потому что все прекрасно. А здесь я очень напряглась и поставила туда твердую мозговую оболочку. Сейчас. Мы поставили. Это я... Чтобы понимать, как стояли, как были позиционированы. Обратите внимание, вот здесь имплантат был позиционирован даже более необно, чем вот здесь. Чем 21-й, 11-й, более вестибулярно был. Это установка. Мы внесли туда костный материал, костно-пластический. Обратите, да, внимание, что более вестибулярно расположен он на 11-й. А зачем это более вестибулярно? У меня поломки не было возможности по-другому поставить. Извините, а то, что имя, это либранная? Это твердая мозговая оболочка? Вы на фамилии, а граилья как? Так и называется. Это леопласт? Не леопласт? Ну, конечно. Это ТМО, это вот... Алексей, может, подготовьте, пожалуйста, хотя бы что-то показать, а то люди даже не знают, как это выглядит. Как не знаю. Я чувствую, я не знаю. Ну, там же было, но это самое. Я просто потерял, я работаю. Блоками тоже работаю. Я не знал, что у тебя же мозговая. Вот она заведена, добавлено везде в пространство между краями лунки, имплантаторами, классный пластический материал. Ну, тоже леопласт, комбинация из материала леопласт. Это временные аббатменты. В смысле комбинация кортикального и спангиозного? Ну, там комбинация спангиозного с минеральным компонентом кости. И... Да. И ушивание. Временные кромки. Это все неинтересно вообще. Вот так это выглядело. После операционного периода был спокойный. Все в порядке у нас было. А, вы знаете, что я вас немножко запутала. Я вам сейчас покажу. Почему проблема? Мы твердую мозговую оболочку поставили на 21-й зуб. Вот там, где была перфорация. Там была перфорация кортикально-вестибулярной пластинки. Вот туда мы поставили 21-й зуб, твердую мозговую оболочку. Потому что, видите, прижимающие швы здесь. Я ее тоже прижимаю максимально всегда. Стараюсь снаружи к лоскуту. Это на снятие швов. А теперь обратите внимание. Вот это 11-й имплантат. А вот это 21-й. И вот как это выглядит. Посмотрите. Это к анализу просто своей собственной работы. Я не призываю никого ни к чему. А теперь вот так произошло через полгода. Вот это 21-й зуб. Мозговая оболочка, да? Что? Мозговая оболочка. Но там... Да, да. И вот это все. И на сегодняшний день, даже если у меня миллиметр и меньше сохранной вестибулярной костной пластинки, я устанавливаю туда все равно твердую мозговую оболочку. Это касается в основном фронтальной группы зубов, эстетической зоны. То есть независимо от позиционирования имплантата, даже если позиционирован он не обнаболее, да? И у нас по сути, по физиологии должно все вот это место зарасти костью своей собственной в лунке. Я все равно ставлю, потому что ну вот превентивно мне как-то с этим абсолютно спокойно теперь живется. Да, и с полной сохранностью, потому что я пришла к выводу, что даже оставшийся миллиметр, он резервируется. Какая-то часть резервции происходит. И вот этот миллиметр, он несостоятелен остается. И если вы видите, что у вас совсем вот это... Бывает, да, луночка с экрана, ты ювелирно все удалил, но он как пергамент у вас там. Я его утолщаю. Вот просто опыт вот этот, именно вот этого клинического применения, потому что на соседнем зубе, там, где я этого не сделала, там картина не очень хорошая, мне пришлось ее исправлять. Пос факту. После этого появился в интернет. Хорошо. Продолжение следует...